Дезинтерес, альмонеллез, педикулез, рота и нановирус. Полевчане болеют инфекциям, подвержены все возраста. Причинами становятся различные факторы. Где-то несоблюдение элементарных мер гигиены, не моют руки, не обрабатывают продукты питания. А вот что касается ряда инфекционных заболеваний, то здесь дает о себе знать снижение уровня иммунной прослойки среди населения. Как Люш озвучила, эта инфекция, она, так скажем, не новая, она периодически регистрируется. Но вот в прошлом году и даже, мне кажется, уже на протяжении двух-трех лет не регистрировались случаи, но вот уже за три месяца один случай у ребенка 13-летнего школьника выявлен. То есть тоже это инфекция прививаемая. К сожалению, охват вакцинации в Полевском городском округе достаточно низкий. Не активно родители прививают своих детей от этой инфекции. Ну и, конечно, сразу дает о себе знать, поднимает голову, так скажем, возникают случаи, регистрируются. Отдельная тема – это заболеваемость туберкулезом. Здесь полевчане пренебрегают методами профилактического обследования, игнорируют флюорографию. Приходят уже с запущенными случаями. То есть по много лет не проходит флюорографию. Недавно руководитель небольшого учреждения пришла, дырочка на 5 сантиметров. Когда пришла? Пять лет назад. Вот сколько есть руководителей такие. ЦГБ, конечно, дает показатель флюорографии 90%. Прекрасное. Но у меня в данном случае не эта цифра нет. У меня, дайте цифру, сколько, два года и более не проходило. Вот их надо. Корь. В регионе на сегодня зафиксирована вспышка этого заболевания. В Полевском пока случаев заражения нет. Передача в основном осуществляется воздушно-капельным путем. Вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве от больного человека со слизью во время кашля, чихания. Источник инфекции больной кори в любой форме заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода до четвертого дня высыпаний. С пятого дня высыпаний больной считается незаразным. Кори болеют преимущественно дети в возрасте от 2 до 5 лет и значительно реже взрослые. Инкубационный период длится от 8 до 14 дней. Затем следует острое начало. Чаще всего случаи кори фиксируются в конце зимы или весной. Лучшим способом профилактики заболеваний считается прививка. Применяют для вакцинации живую коревую вакцину. В рамках национального календаря прививок вакцинацию проводят дети в возрасте 1 года, затем в возрасте 6 лет. Взрослым, если своевременно не были привиты от 18 до 35 лет, это вот практически все население там без каких-то ограничений. На сегодняшний день в Полевской ЦГБ есть ограниченное количество вакцины. И если у вас есть желание пройти профилактику от грозного заболевания, стоит поторопиться. Инфекция очень контагиозная. 99% контагиозность, то есть кто непривитой и столкнулся с заболевшим, он с вероятностью 99% заболеет этой инфекцией. И санитарными правилами предусмотрено, что лица непривитые в очаге, они будут отстраняться от работы на 21 день, карантин 21 день. Поэтому надо понимать, что если будет занос в какую-то организацию, то все, кто непривитые, независимо по каким причинам, либо не хотели когда-то, либо сейчас нет вакцины, это уже не имеет значения. 21 день до работы допускаться не буду. Без сохранения заработной платы, сидеть дома, ну вот так вот, надо заботиться о своем здоровье заранее. А еще весной активизируются клещи, а вместе с ними и случаи заражения клещевым энцефалитом. За прошлый год в Полевском было зафиксировано порядка 700 случаев укуса полевчан и к содовой букашкой. Большая часть жителей была непривита. В Полевском городском округе мы каждую неделю анализируем по состоянию на 16 апреля, вот информация есть, уже 9 человек, это те, кто официально обратились по случаю присасывания клеща, из них 5 детей, четверо взрослых. К сожалению, вот к теме сегодняшнего доклада Натальи Валентиновны, ни один человек не привит от этой инфекции, а риски достаточно высокие. Вакцинация от клещевого энцефалита проводится в прививочных кабинетах Полевского 6 дней в неделю. Для пенсионеров бесплатно, для части трудоспособного населения, работников коммунальных служб, лесничеств, за счет средств работодателей. Еще один действенный способ профилактики – это окорицидная обработка. В Полевском в этом году решено начать с городских кладбищ. После этого специалисты обработают другие общественные места. Как правило, обработка проводится ранним утром, чтобы исключить контакт с людьми и животными. Обязательные условия – опрыскивание травы и деревьев – это отсутствие осадков. Все работы будут завершены до 3 июня. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.